Завышенные цены, нецелевое расходование средств и другие нарушения при благоустройстве дворов, общественных территорий и строительстве контейнерных площадок обсудили сегодня на заседании комиссии по противодействию коррупции. 13 миллионов рублей нарушение на такую сумму выявила контрольно-счетная палата республики при проверке работ по программе оформления комфортной городской среды. Так, к примеру, в Шумерли, Канашей, Рязи других населенных пунктов подрядчикам оплатили фактически невыполненные работы. Кроме того, муниципалитеты изначально завышали цены контрактов. Строительство контейнерных площадок после перехода Чувашии на новую систему обращения с отходами – еще один предмет проверки. Медстроя определила ориентировочную сметную стоимость стандартной площадки с двумя контейнерами – 29 тысяч рублей. Однако, действительно, ориентировались на нее не все муниципалитеты. У кого-то два контейнера, например, в Маниско-Пасадском районе составили стоимостью 16 тысяч рублей, в Алатарском районе – 34 тысячи рублей. Если на самом деле использование одни и те же материалы, но по стоимости они разные, то это уже вопросы коррупционного характера. То есть это причинение материального ущерба тем самым бюджету. Самые дорогие площадки специалисты обнаружили в Шумерлинском районе – 71 тысяча за площадку на четыре контейнера. Глава администрации отметил, мол, делали с расчетом на дальнейший раздельный сбор мусора и по всем правилам. По цене я хочу сказать, Михаил Васильевич, они у нас капитально построены по всем требованиям Санпина. Я тоже проезжал и по другим районам, не хочу критиковать своих коллег. Там разные есть и сплит бывших употреблений сделаны, и другие варианты есть. Конечно, она разной стоимость будет. Можно ли было сделать и по нормам Санпина, и без лишней нагрузки на бюджет? Это предстоит выяснить контрольным органам. Михаил Агнатьев поручил провести комплексный анализ. Что касается программы по формированию комфортной городской среды, нецелевые расходы необходимо возместить. А должностных лиц, которые это допустили, наказать, отметил глава региона. А чтобы в дальнейшем нарушений было как можно меньше, Минстрой уже внес поправки в нормативные документы. Так теперь на проделанную работу подрядчик дает три года гарантии. Ольга Пырочкина, Андрей Спиридонов, Республика.